И я очень надеюсь, что это будет новой, хорошей традицией для будущего. А правительство Москвы будет, без сомнения, вас всегда поддерживать. И нет вещества, что Московский государство всегда поддерживает вас. Спасибо вам всем и удачи. Спасибо большое и хорошего счастья. Продолжение следует... Ваше превосходительство, уважаемый господин министр торговли Республики Индонезии, господин Энгартиаста Лукита. Ваше превосходительство, уважаемый господин посол Республики Индонезии в Российской Федерации, господин Вахид Суприяди. Ваше превосходительство, уважаемые представители правительства Российской Федерации, Ваше превосходительство, господин исполнительный директор делового совета России Индонезии, Уважаемые главы индонезийских провинций и регионов, Дорогие гости из России и Индонезии, Уважаемые гости... Уважаемые дамы и господа, дорогие гости... В первую очередь, позвольте мне от имени Министерства туризма Республики Индонезии Выразить нашу горячую благодарность как российским, так и индонезийским сторонам, Которые принимали участие в организации сегодняшнего мероприятия, За любезное приглашение присоединиться к нему. Уважаемые дамы и господа Республики Индонезии в Москве Уважаемые благодарность выражаем посольству Республики Индонезии Российской Федерации, Которая предпринимает невероятные усилия для успешной организации этого фестиваля. Я чувствую удовлетворенность и радостно быть здесь вечером, И приветствовать вас всех на открытом церемонии Фестиваля Индонезии в Москве. Для меня огромная радость и честь присутствовать здесь сегодня И приветствовать всех вас на официальной церемонии открытия фестиваля Индонезии в Москве. Уважаемые дамы и господа, наверное, Индонезию можно назвать Самой многообразной страной в мире. Наше население составляет более 250 миллионов человек. В Индонезии более 700 этнических групп, которые разговаривают на сотнях различных языков и диалектов. Индонезия распростерлась в трех временных зонах. Самый большой архипелаг и у нас более 14 тысяч островов. Несмотря на то, что Индонезия безусловно колоссально богата природными ресурсами, мы верим в то, что наш главный ресурс, наше главное богатство – это индонезийский народ, его традиции и богатая культура. И несмотря на то, что все разнообразные культуры всех тех народностей, которые проживают в Индонезии, отличаются друг от друга, нас всех объединяет общая любовь к нашей земле. Уважаемые дамы и господа, в настоящий момент Индонезия как никогда активно проводит политику продвижения Индонезии как туристического направления как в России, так и других странах для того, чтобы достичь цели по достижению цифров 20 миллионов иностранных туристов в 2019 году. Несмотря на то, что всемирно известный остров Бали продолжает оставаться самым популярным туристическим направлением в Индонезии, мы уверены, что другие туристические точки нашей страны имеют не меньший потенциал и могут предложить туристам невероятно интересные впечатления. Мы активно продвигаем бренд Прекрасная Индонезия и приглашаем к дальнейшему открытию для себя разнообразных частей нашей прекрасной страны. Министерством туризма Республики Индонезии были определены 10 приоритетных туристических направлений внутри страны, которые могли бы составить достойную конкуренцию острову Бали. Это озеро Тоба и Северная Суматра, район Танжун-Калаян на острове Били-Тунг. Танжун-Лесун в Бантене. Тысяча островов в Джакарте. Храм Боробудур на Центральной Яве. Горы Брома Тенгер и Семеру на Восточной Яве. Мандалика на Ломбоке в провинции Западная Нусатангара. Комодо и Лабуан-Баджо в провинции Восточная Нусатангара. Район Вакатоби на юго-восточном Сулавеси. И Моротай в провинции Северная Малуку. В 2016 году около 68 000 туристов из России посетили 19 главных входов в Индонезию. В 2016 году Индонезия через 19 основных портов въезда посетила более 68 000 российских туристов. И мы уверены, что в 2017 году нам удастся достичь турпотока из России, который превысит 110 000 человек. Россия – это один из основных и приоритетных рынков для развития туризма в Индонезии. По статистическим данным, которые мы располагаем, в период с января по май 2017 года рост туристического потока из России уже составил около 62% по отношению к прошлому году. Мы, безусловно, отдаем себе отчет к необходимости дальнейшего продвижения Индонезии как туристического направления для российских туристов внутри России. И сообщаю, пользуясь случаем, что мы планируем также принять участие в выставке «Отдых Лейжа», которая состоится в Москве в сентябре. Уже во второй раз Министерство туризма Индонезии принимает участие в сегодняшнем прекрасном мероприятии фестиваля Индонезии, который проводит посольство Республики Индонезии в Москве. И для нас это прекрасная возможность еще раз показать уважаемым потенциальным будущим российским туристам, как прекрасна Индонезия и как активно мы приглашаем их посетить нашу страну. Here you can experience the rich culture of Indonesia of a traditional dance performance, unique products, beautiful photographs, traditional music instruments, fashion show, fabrics, coffee, games and much more. Только здесь вам представится уникальная возможность познакомиться со всеми сторонами невероятно прекрасной индонезийской культуры, как через традиционные танцы и музыку, так и через покупку традиционных индонезийских товаров, ознакомление с прекрасными индонезийскими тканями и многие другие активности, которые для вас подготовили организации, то есть организаторы фестиваля. We would also like to thank for Indonesia regional performance for their participation to bring all great performance here and make this occasion more excited and festive. Также отдельную благодарность хотели бы выразить представителям и руководителям индонезийских регионов, которые нашли возможность привезти в Москву представительные деловые делегации, а также оказать содействие успешной организации данного мероприятия. Prepare yourself to be excited and inspired from spreading from Liverpool Indonesia. Thank you. Мы уверены, что вас ждут невероятные увлекательные впечатления. Добро пожаловать в прекрасную Индонезию. Спасибо. Для приветственного слова мы приглашаем Михаила Вячеславовича Курицына, исполнительного директора делового совета Россия-Индонезия. For the next welcoming remark, we would like to invite Mr. Michael Kuritin, CEO of Russia-Indonesia Business Council. Прежде всего, я хотел бы поприветствовать здесь господина министра торговли, господина Лукита. First of all, allow me to welcome his excellency, Mr. Lukita, Minister of Trade of the Republic of Indonesia. Его превосходительство господина посла Индонезии, Баба Вахид Суприяди. His excellency ambassador of Indonesia, Баба Вахид Суприяди. Именно благодаря их усилиям фестиваль стал возможным в этом году, а традиция, которую начал посол Суприяди, надеемся, что она сохранит... Продолжение следует...